Почти пять лет назад в Ненецком округе начал работу многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Обслуживание посетителей в тот период времени производилось только в Наринмаре. Сегодня отделение МФЦ полноценно работает в 18 муниципалитетах. Так, например, в телевисочном сельсовете с момента открытия окна многофункционального центра количество наименований, предоставляемых потребителям услуг, увеличилось почти в четыре раза, а количество обращений в десять раз. Согласно схеме развития системы МФЦ, офисы центра МАИ-документы открылись в каждом муниципальном образовании региона. Получение услуг по принципу одного окна стало доступным каждому жителю округа. Культурная столица НАУ, село Тельвиска, обзавелась многофункциональным центром – одна из первых. И представить этот населенный пункт без этого сервиса уже невозможно. В 2015 году за полгода было у нас всего 278 услуг. За 2016 году за полгода уже 541 услуга. В 2017 году уже почти 700 услуг. И сейчас у нас 800 услуг мы предоставили. Они с каждой стороны все растут, растут, растут. Современные удобные услуги сельского МФЦ доступны теперь не только жителям Тельвиски, но и жителям двух других населенных пунктов муниципалитета – деревень Макарова и Устья. Макарова приезжает. У нас есть определенный день, четверг, где они приезжают, мы их обслуживаем вне очереди. У нас даже есть объявления. Да, вот даже здесь было, что у нас нет здесь очередь, а я показываю, что у нас есть там объявление, что Макарова без очереди. На сиденье ничего, претензий нет. Я их макаровских обслужила, они уехали, потому что им надо еще возвращаться. Некоторые зимой они ходят пешком, им надо еще вернуться. В список услуг сельского МФЦ добавлены новые государственные услуги. Наиболее востребованные из них – выдача замена паспорта гражданина России. Жители сельских поселений округа приобрели долгожданную возможность получить этот документ без выезда в окружную столицу. Кроме того, выдача российских водительских удостоверений при замене утрате теперь также производится в офисах центра «Мои документы». В помещении МФЦ имеется доступ к порталу государственных услуг, состоит для посетителей специальный моноблок с выходом в сеть интернет. Здесь можно получить услуги в электронном виде. Наш специалист всегда может оказать помощь посетителям, как пройти по ссылкам, как получить услугу. Если заявитель сам обладает знаниями, он может сделать все это самостоятельно. В перечне популярных электронных услуг, которые теперь можно получить в сельском МФЦ – получение и продление, лицензии на хранение и ношение охотничьего оружия, добычу охотничьих биоресурсов. Самые популярные услуги на сегодняшний день в нашем округе – это были много очень заявителей, получало услуги в электронном виде. Это выдача разрешения на добычу охотничьих биоресурсов. Сейчас была охота, как раз охотничий сезон. Многие воспользовались услугой в таком плане. Сельский многофункциональный центр заметно изменил инфраструктуру всего села. Есть МФЦ, который также предоставляет широкий перечень государственных и муниципальных услуг. Открылся у нас в октябре 2014 года. Мы все помним, как гражданам приходилось ездить в город, очень долго стоять в очереди за этими услугами. Часть услуг, конечно, оказывала местная администрация. Поэтому на сегодняшний день это метод единого окна. Он разгрузил и работу администрации, вот эту бумажную работу. В планах на 2018 год – предоставление на базе МФЦ новой государственной услуги по оформлению и выдаче загранпаспортов, содержащих электронный носитель информации. Сейчас услугу можно получить только в федеральной миграционной службе. Планируемая дата приема заявлений на оформление загранпаспортов нового образца – сентябрь 2018 года. Тимофей Жуков, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...